На турнир хоккейную команду «Анапа» пригласили сами организаторы. Три года назад игроки ночной лиги уже взошли на пьедестал почета, и их победа не осталась незамеченной. По словам хоккеистов, команды противников были крайне организованными. Бреж в защите и слабые стороны обнаружили с трудом. Решающим моментом стала игра с Канадой, после которой хоккеисты блестяще выступили в финале. Я считаю, была переломная игра в плане становления от команды, характера. То есть все поверили в свои силы, и после этой игры мы стали, хотя следующую игру мы проиграли Чехом 4-1. Самое главное, что мы в финале выиграли у них. Мы выиграли, но не просто он достался. Тяжело было, потому что уровень соперников был высокий, и в какой-то мере честь стороны представляли. Все игроки – опытные спортсмены, занимающиеся хоккеем десятки лет. И это несмотря на то, что не имеют собственной тренировочной базы. Расходы на форму, а также аренду катка хоккеисты берут на себя. Помогает депутат горсовета Вера Севрякова. Пока команда тренируется в станице Северской, выезжая на тренировки дважды в неделю. Но хоккеисты надеются, что профессиональный каток появится и в Анапе. Я уверен на 100%, что он будет постоянно. Пустовать он не будет, потому что вот в той же Северской сейчас приезжают со всей России команды, на сборы, тренироваться. А если будет на море каток, то будут ездить здесь постоянно. Будут те же фигуристы, хоккеисты будут тренироваться. У анапских хоккеистов немало достижений. Три года назад они уже выигрывали золото на аналогичных играх в Праге. Регулярно участвуют и в турнирах ночной хоккейной лиги. После победы на международных соревнованиях команда Канады приглашает анапчан на матч-реванш. Хоккеисты обещают, если получится организовать игру, они покажут себя с лучшей стороны и подтвердят статус сильнейших.